Всем привет! С вами снова я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Дождь нас немножко попугал в этом году. Устроил на целых три дня осеннюю погоду, но опять, как встарь, осень отступила и у нас опять лето. И такая вот не жаркая летняя погода у нас будет продолжаться, я надеюсь, еще месяц, по крайней мере. Ну, а раз у нас солнце и нет дождя, то самое время заняться приготовлением чего-нибудь вкусного на углях. Я подумал, выбираясь на природу или на дачу, вы наверняка готовите шашлык. И у каждого, естественно, сотни вариантов этого самого шашлыка. Я, признаться честно, шашлык не особенно люблю. На мой взгляд, это достаточно скучная такая еда, может, потому что уже просто приелся. Но с большим удовольствием готовлю всякие разные штуки, которые уже не столь привычны. И сегодня я хочу показать, как я приготовлю свиные ребрышки. Я много где пробовал свиные ребрышки и, честно говоря, мало где они мне нравились. Ну, такое уж я, видимо, привереда. Основная претензия к этому блюду, то, что если у них яркий вкус, то они подгорели, как правило. Ну, а если они не подгорели, то и вкус у них не яркий. Я собираюсь сейчас приготовить ребрышки, которые будут обладать и ярким вкусом, и при этом, я надеюсь, они у меня не подгорят. Для этого сначала нужно подготовить маринад, он же соус. И этот соус на поверхности ребрышек, когда они будут готовиться на углях, создаст потрясающую совершенно такую глянцевую пленку. Что я для этого соуса, для этой маски приготовил? Во-первых, это чеснок и душистый перец. Обратите внимание, это именно душистый перец, а не черный горошек. На мой взгляд, в маринадах душистый звучит значительно интереснее, чем просто черный, ну или просто красный. Дальше. Вустерский соус. Вместо соли я буду использовать соевый соус, бальзамический уксус, томатную пасту и коричневый сахар. На самом деле, использовать именно коричневый сахар совершенно не обязательно. Но, на мой взгляд, коричневый сахар, тем более, что его здесь не нужно много, немного лучше, чем обычный рафинированный. Поэтому, если у вас есть возможность или есть под рукой коричневый сахар, используйте лучше его. Итак, для начала нужно мелко порубить чеснок. Не особенно мелко, мы его еще будем в ступке растирать. Итак, действие стандартное. Сначала отрезаем лопки и давим. То же самое с двумя другими зубчиками. Ну, а теперь, видите, очищен. Для того, чтобы его быстро и удобно порубить, достаточно раздавить и... Все. Перекладываем в ступку. Туда же отправляется перец и сразу растираем все в ступке. Этого, я думаю, будет достаточно. Ну, а теперь начинаем колдовать. Как именно составлять этот самый соус? Ориентируйтесь на свой вкус. Я добавлю приблизительно по 2 столовых ложки каждого из названных соусов. Сначала густерского. Теперь соевый. И бальзамический. Я не люблю, когда мясо сладкое. Но соус, на мой взгляд, эту самую сладость должен иметь. Поэтому на этот кусок мяса, у меня здесь 1,2 килограмма ребер, то есть мясо на получится, наверное, чуть меньше килограмма в стальной кости. Я думаю, достаточно будет 2 чайных ложки коричневого сахара. Размешиваем. И теперь протертые томаты. Возможно, кто-то из вас сейчас скажет, что этот соус очень похож на те соусы, которые американцы, как правило, используют при приготовлении барбекю. Я скажу так. Я пересмотрел целую кучу всяких разных видеороликов, в которых различные американские повара, достаточно известные, готовят какие-то соусы для барбекю. И, на мой взгляд, все эти соусы можно объединить в один... Неправильно говорю. Не то, чтобы объединить. Но у меня складывается впечатление, что все эти соусы похожи на то, что, ну, скажем, школьник, который впервые попал в кабинет химии, и рядом, мне казалось, преподавателя, начинает смешивать в одну кучу все химикаты, какие только ему поддутся под руку, для того, чтобы сделать взрыв какой-то. То есть он не понимает, что, зачем он смешивает. Просто валит в одну кучу и все. Так вот, эти соусы, которые я видел в различных роликах американских поваров, у меня вызывают такое же самое впечатление. То есть по непонятной мне причине туда валят все подряд, в одну кучу. На мой взгляд, хороший соус – это тот соус, в котором минимальное количество ингредиентов, и каждый из этих ингредиентов отвечает за свое направление. В данном случае в моем соусе чеснок и перец отвечают здесь за остроту. Бальзамический уксус дает кислоту, причем не просто кислоту обычного уксуса, а именно ароматных вот этих самых вкусов бальзамика. Соевый соус отвечает за соль, сахар отвечает за сладость в этом соусе. Вустерский соус обладает своим неповторимым ароматом, который, на мой взгляд, для свинины, для жирной свинины, очень хорош. А протертые томаты в данном случае нужны для того, чтобы создать вот эту замечательную, совершенно потрясающую густоту. Благодаря протертым томатам соус получился очень густой, соответственно, он не будет стекать с ревер. И что самое приятное, при приготовлении на углях, вот эта самая густота создаст на поверхности мяса такую пленочку. И это будет потрясающе вкусно. И большего сюда, на мой взгляд, добавлять не надо. Хотя вы, конечно, можете со мной не согласиться. Остается замариновать мясо. Мариновать я буду, наверное, в том же самом лотке, в котором купил. Смотрите, какие потрясающие куски мяса. Просто прекрасные ребрышки. Ну и вот это тоже очень даже неплохо, на мой взгляд. Обратите внимание, с этого куска мяса уже снята пленка с внутренней стороны ребер. Значит, смотрите, сначала я на дно налью небольшое количество соуса. Здесь прямо пожамкаю этот кусок мяса. Один. И второй. Мариноваться в этом маринаде мясу не меньше часа. Не нужно бояться, что оно перемаринуется, перепропитается этими самыми вкусами. Здесь очень небольшое количество уксуса. К тому же это бальзамический уксус, а не обычный. Он не такой острый. Поэтому для этого варианта маринада, для этого соуса, ничего страшного не будет, если мясо пролежит и 3-4 часа. Но я, конечно, только не выдержу. Полежит часик-полтора и будет достаточно. Старательно проектировал летнюю кухню для удобства. Вода у меня здесь, правда, только холодная. Но учитывая, что в зимнее время я здесь готовлю только пиццу. Зима у нас, правда, достаточно условная такая. Снега нет. Самое холодное время это плюс 8, плюс 9 и дожди. Но когда дождей нет, руки испыть не приходится. А во все остальное время вода по трубе на солнце, на нашем жарком, нагревается так, что идет вполне себе теплое. Итак, мясо маринадом покрыто. Я его накрываю. Сейчас уберу его все-таки в холодильник, потому что мухи, осы, зачем нам нужно? И вернусь к вам приблизительно через час, для того, чтобы запалить угли. Оставайтесь с нами. Прошел час, мясо почти замариновалось, осталось только раскочегарить угли и приготовить мясо. Для раскочегаривания углей я воспользуюсь стартером. В одном из своих видео я уже рассказывал про него. Мне очень нравится эта железяка. В принципе, при наличии под рукой инструментов, вполне можно сделать этот стартер самостоятельно. Что он из себя представляет? Просто кусок трубы, не очень тяжелый, с кучей дырок и с дырками внизу. И посмотрите, здесь, вот на этом расстоянии, сделана решеточка. Она сделана небольшим конусом. Ну и конус, на самом деле, мне кажется, совершенно необязательная штука. Сюда насыпаем угли, внизу кладем вот такой вот комок бумаги, поджигаем, и угли очень быстро занимаются. Из-за того, что они находятся в трубе, и горячий воздух, пламя, газы проходят через них, протягивают, раскочеваются очень быстро. Этот стартер хорош тем, что он не занимает ваш мангал, вашу зону барбекю в то время, как вы готовите. То есть, вы готовите первую партию продуктов, видите, что угли заканчиваются. Рядом, где-то на кирпичиках, ставите этот замечательный стартер и готовите в нем угли. А в это время на основном мангале продолжается приготовление вашей еды. Для того, чтобы угли раскочегарились, достаточно бывает спалить вот 2-3 таких вот комка бумаги. Очень удобно, настоятельно рекомендую попробовать. И очень быстро они раскочегаривают. Правда, есть один минус. Куски угля в этом стартере должны быть достаточно крупные, крупнее, чем грецкий орех. Если будут мельче, они либо просыпятся через решетку, либо очень плотно улягутся в этом стартере. И пламя и газы будут медленно через них проходить, и очень медленно будет раскочегариваться все. Если же куски угля крупные, то все супер. Ну все, дождемся, когда раскочегарятся угли, и начнем готовить мясо. Угли раскочегарились. Давайте приступать. Всыпаю с краешку угли. Укладываем решетку. Есть самое главное правило приготовления чего-либо на решетке. Прежде чем на решетку выкладывать какие-то продукты, ее нужно очистить, нагреть и смазать маслом. Прекрасно, я считаю. А теперь смазываю ее маслом. Для этого я беру бумажные салфетки, слегка смачиваю их маслом и прямо так действую. Еще один момент. Обратите внимание, в нашем маринаде присутствует сахар. И если сейчас на горячие угли положить мясо, то этот сахар моментально просто начнет гореть, и все мясо подгорит. Вот чтобы этого не было, я буду выкладывать мясо непосредственно над углями, а рядом, в зону более умеренного тепла. И сначала я выкладываю мясо ребрышками вниз, а мясной стороной вверх. Почему я так поступаю? Дело в том, что косточки значительно медленнее проводят тепло, чем мясо. И если сначала начать готовить с мясной стороны, то теплота будет подходить к этому холодной зоне, и мясо рядом с костями не будет пропекаться в этот момент. Получится очень неравномерное по прогреву мясо. Я за кадром тут нарезал совершенно замечательных баклажанчиков, и их хочу подогреть непосредственно уже над горячими углями. Я смазал их маслом, посолил, и, мне кажется, в качестве легкой овощной такой составляющей к этим ребрышкам они будут замечательными. Если у вас такой крышки нет, вам просто придется немножко почаще переворачивать ребрышки с одной стороны на другую, равномерно прогревать. У меня барбекю с крышкой, и это удобно тем, что тепло поднимается вверх от горячих углей, а от крышки начинает уходить вниз. Соответственно, мясо прогревается более равномерно не только снизу и угреет угли, но и сверху горячий воздух тоже. Конечно, не одинаковая температура получается непосредственно от углей и сверху, потому что от углей еще и лучистое тепло работает. Но эта крышка позволяет значительно меньше вертеть мясо, чем если готовить без крышки. Мне это удобно. На таких горячих углях баклажанам много времени не нужно, поэтому уже пора переворачивать. Видите, как они моментально просто... Пора и мясо перевернуть разочек уже. Какая красота! Самое время нанести соус на вот эту уже подсушенную часть. Нам же нужен толстый, сладкий слой этого самого соуса. Вы не представляете, какие сейчас идут здесь ароматы. Ну что, горячий сыр им не бывает. На самом деле, конечно, уже все готово. Начнем с этого замечательного кусочка. Какая красота! Давайте смотреть, что у нас получилось. Прекрасно! Просто прекрасно! Это просто сказка! Я не удержусь, попробую прямо сейчас кусочек. Сочнейшее мясо! Вы не представляете, просто не представляете какой-то вкус. Просто сказка! Чеснок пропитал это мясо, перец аромат дает свой, сока немедленное количество. Просто фантастика! Обязательно готовьте такое. Вот такой простой рецепт настоятельно рекомендую. Еще раз, подводя итог. В маринаде самое главное, не переборщить с большим количеством разнообразных вкусов. Нужно четко понимать, что для чего мы добавляем. Не класть сюда много уксуса, пусть даже и бальзамического, но все равно много его не нужно. Он должен создать только свою легкую и кисленькую нотку. Не перекладывать чересчур много сахара. Сахар здесь не нужен, на мой взгляд, в чудовищных количествах. Слегка-числегка подсластить. И душистый перец. На сегодня это все. Спасибо за компанию. Если вы еще этого не сделали, подписывайтесь, а то потом потеряйтесь и расстроитесь. Обязательно загляните в описание видео. Там вы найдете ссылки на различные соцсети. На ЖЖ, на Инстаграм, на Вконтакте. В Инстаграме я публикую фотографии тех блюд, которые не снял на видео. В Вконтакте вы можете разместить свои фотографии блюд, приготовленных по рецепту кулинарной пропаганды. Спасибо за компанию. Всем пока.